Перед вами представлен Bluetooth-адаптер HOKA E66. Он подключается в авто через разъем 3.5 Jack и питается от аккумулятора, а значит требует зарядки. Для подключения устройства в аудиоразъем в комплекте имеется шнур 3.5 Jack Papa Papa и переходник 3.5 Jack Papa Papa. Так, шнурочек. Вот такой вот длины. Примерно полметра. Для питания используется комплектный шнур USB Type-C. То есть у нас в самом аудиоадаптере Type-C разъем. Происходит это таким образом. Мы вставляем в Bluetooth-аудиоадаптер переходник, например, и вставляем его в магнитолу. Если у кого-то не позволяет места, либо просто неудобно, чтобы данный адаптер находился в аудиоразъеме через переходник, переживая, что они его отломают, например, то можно использовать шнурочек. Вставляем в него 3.5 Jack и вставляем вот эту часть в магнитолу. Или у некоторых автомобилей находится 3.5 Jack разъем для воспроизведения музыки в бардачке, либо в подлокотнике. Телефон подключается по Bluetooth-ресиверу с версией 5.0. Управлять можно с телефона и с помощью кнопок на самом ресивере. Вот кнопочки управления. Это кнопочка включения. Когда мы включаем, появляется индикация красно-синяя. Это значит, что данный ресивер готов к подключению по Bluetooth. Также есть поддержка громкой связи. Особенности этого устройства в том, что комплектные переходники или шнур можно не использовать, а в сам ресивер вставить, например, шнур 3.5 Jack сюда, конечно же. И этот шнур, вторая часть шнура вставляется в старый музыкальный центр, например. Либо в музыкальных центрах очень часто бывает шнур, два тюльпана, которые вставляются в сам сабвуфер музыкального центра. И, естественно, 3.5 Jack разъем сюда вставляется. Таким образом вы сможете из старого музыкального центра сделать его беспроводным. Вот такая вот универсальная вещь, которую можно использовать не только в машине, а также и для других устройств, которые можно сделать беспроводными. Вот такая вот универсальная вещь.